Здравствуйте, в эфире выпуск с вами Ольга Илларионова и о главных событиях к этому часу. В первом чтении рассмотрим законопроект о том, что у нас не должны быть в заключении женщины, как беременная, так и имеющая ребенка до 14 лет, а также мужчина, имеющая ребенка до 14 лет, в том случае, если это единственный родитель. Мы посетили с коллегами в период президентской кампании, московский сезон номер 6, где отбывают наказание женщины и еще раз убедились в том, что к таким категориям осужденных нужно относиться гуманно. Мы гуманная страна. Каждый, кто совершил преступление той или иной степени тяжести, должны нести адекватное наказание. Вместе с тем, что касается смягчения отбывания наказания, исполнения наказания для данных категории осужденных, считаем, что время для этого пришло. Гуманизация системы исполнения наказаний всегда была одной из опорных тем ЛДПР. С этим неоднократно выступал и основатель партии Владимир Вольфович Жириновский. Поэтому данный законопроект в первом чтении с возможностью дальнейшей доработки также поддержим. Депутаты ЛДПР открыли новый сезон кадрового проекта «ЛДПР Старт», призванного определить потенциальных кандидатов на выборы в региональные и городские парламенты по всей стране. В течение следующих трех месяцев конкурсанты пройдут курс лекций и семинаров от депутатов Госдумы, экспертов и известных политических деятелей. Напомню, в проекте может принять участие каждый гражданин России старше 18 лет. Сбор заявок продлится до 1 мая этого года. Дополнительную информацию смотрите на официальном сайте ЛДПР, который вы сейчас видите на экранах. Мы внимательно проанализировали состоявшуюся избирательную кампанию. Очень многие наши доверенные лица попросили о том, чтобы мы не останавливались в этой работе. И вчера был объявлен новый конкурс, новый кадровый конкурс ЛДПР. Он называется «ЛДПР Старт». В прошлом году он дал нам десятки и сотни новых, ярких, талантливых членов партии. В первую очередь он адресован молодежи. Но точно так же мы будем рады участию в конкурсе и уже состоявшихся профессионалов в российских регионах. Мы обязательно поддержим кандидатуры победителей, выдвинем их на региональных и муниципальных выборах 8 сентября 2024 года. ЛДПР разработала законопроект о предоставлении молодым людям отсрочки от военной службы на 5 лет, в случае, если они заняты на предприятиях военно-промышленного комплекса. Данной льготой смогут воспользоваться выпускники организаций среднего профессионального и высшего образования, а также те граждане, которые заключили ученический договор с руководством фирмы, осуществляющей разработку, производство и сборку боеприпасов и их компонентов. Как отмечают парламентарии, реализация данной инициативы позволит решить проблему дефицита инженеров в России. Есть такая форма работы предприятий с потенциальными сотрудниками. Это ученический договор. То есть организации предприятия заключают сотрудникам ученический договор. Они обучают сотрудника своего будущего на своем же предприятии и затем берут на работу. И у работника есть определенное обязательство отработать определенный срок на этой должности. И потом он прошел обучение. К нам за период последний год очень много было обращений от предприятий военно-промышленного комплекса, тех предприятий, которые работают на оборонку, с тем, что у них действительно сейчас проблемы с кадрами и в том числе с высококвалифицированными кадрами. И они просили нас разработать те или иные инструменты с тем, чтобы тех работников, которые они обучают и которые им так необходимы, чтобы эти работники имели определенную отсрочку от призыва. Поэтому мы соответствующий законопроект разработали и предлагаем дать, соответственно, тем работникам, которые по ученическому договору работают, право на отсрочку от призыва на военную службу. И тем самым, соответственно, укрепим кадровый резерв и кадровый потенциал наших крупных промышленных предприятий. Государственная Дума приняла обращение к министру строительства ИЖКХ Ираку Файзулину с призывом пересмотреть методические указания по расчету стоимости за техобслуживание газового оборудования в жилых домах. Как отмечают парламентарии, резкое повышение цен данных услуг стало предметом многочисленных жалоб граждан в каждом регионе страны. В том числе и в Самарской области, где цены выросли более чем в три раза по сравнению с показателями прошлого года. К сожалению, буду в том числе апеллировать к Самарской области, но и в обязательном порядке затрону эту проблематику, которая касается по всей стране. У нас из постановления правительства исключили обязанность ГРО проводить ремонт газового оборудования в квартирах, внутридомового оборудования и жилых домах. То есть в течение одних суток. Вот эти вещи, они недопустимы. Помимо тех газовых труб, которые проходят в домах и шлангов, у нас еще есть и газовые котлы. То есть представьте, если человек обращается в ГРО, а ему говорят, мы в течение месяца рассмотрим вашу заявку, а это происходит зимой. Как можно в течение месяца прийти на вызов по неработающему котлу в течение месяца? То есть вот эти вещи, они абсолютно недопустимы. Почему у нас все эти моменты происходят и почему мы обращаемся к адрес Самарской области? Вячеслав Викторович, вы сказали, ну такое парламентское, что там тяжелая ситуация. На самом деле ситуация хочется назвать не тяжелая, а совершенно по-другому, так как еще раз коллега Матвеев только что перед этим выступал и говорил, что губернатор там просто работал генеральным директором этой газовой компании. И почему он не может разобраться, очень и очень большие вопросы у нас возникают по этому поводу. Бесконечные совещания и у нас возникает ситуация, когда после моего обращения губернатор отправляет ФАС и управляющую компанию у нас вызывает служба ГЖИ. Что делает служба ГЖИ? Служба ГЖИ в ультимативном порядке говорит, подписывайте данный договор, где вы обязаны данной газовой структуре вносить по договору, теперь платить не по факту выполненных работ, а делать предоплату. Это раз. На вопрос, когда управляющие компании отказываются, не хотят подписывать, когда видят, что у нас расценки увеличились в три раза, ГЖИ говорит то, что если вы сейчас не подпишите договор с этой газовой компанией, мы вас сначала оштрафуем, а потом лишим лицензии, если вы не заключите договор. Те компании, которые заключили договор и перевыставляют населению вот эту плату в три раза выше, чем она была до Нового года, у нас ГЖИ вызывает эти компании и говорят, ребята, за то, что вы выставили необоснованное увеличение расценок, мы вас за это также оштрафуем. То есть, ну, бред полнейший, который происходит на месте, с которым обязательно надо разобраться. Если есть такая возможность, я бы все-таки в это постановление еще, я не знаю, как это можно делать или нельзя, Самарскую область еще включил бы отдельно, потому что по Самаре надо уделить отдельное внимание тому, что там происходит. Депутаты Государственной Думы отклонили законопроект ЛДПР о создании реестра участников просветительской деятельности. Инициатива, направленная на борьбу с мошенниками в сфере образования, предполагала создание единого списка образовательных организаций под контролем Министерства просвещения России. Данная мера позволила бы сократить количество бизнес-коучей и наставников, распространяющих опасные и недостоверные знания, отмечает в ЛДПР. Суть данного законопроекта крайне проста. Мы предлагаем внести изменения в закон об образовании в Российской Федерации в части создания единого реестра организаторов просветительской деятельности. Сегодня просветительской деятельностью по факту занимается кто только угодно, особенно в сети интернет. Мы видим, как проходят марафоны по обучению тому, как будут исполняться желания, как заработать миллион в два присеста и так далее. Все эти вопросы так или иначе постоянно возникают в инфополе. Часто бывает и так, что все эти курсы рекламируются, и это позволяет им привлекать все больше и больше новых сторонников, клиентов. Людей, по сути, обманывают. Это мошенничество. Но есть и те, кто страдают от такого инфобизнеса, те законопослушные, те нормальные люди, которые действительно в сети интернет-лекции, встречи, занимаются по-настоящему образованием. И в век такого бурного, с одной стороны, информационного роста таких предложений, а с другой стороны, попыток профильтровать это все у людей не так много, мы предлагаем создать такой единый реестр, который будет публиковаться либо на сайте Министерства высшего образования и науки, либо на сайте Министерства просвещения, либо на ином другом информационном ресурсе, где будут такие добропорядочные представители образовательных услуг публиковать информацию о себе. По сути, реестр. И такое было уже реализовано во многих других решениях. Мы видим, есть разные реестры образовательных организаций, которые ведет и Рособорнадзор, и Министерство просвещения, и уже упомянутое мной Министерство высшего образования и науки. Мы предлагаем, а, создать в Российской Федерации единый реестр организаторов просветительской деятельности, дать возможность утверждения правил формирования и ведения реестр правительств в Российской Федерации, установить обязательно перечень сведений, подлежащих публикации, закрепить право правительства устанавливать дополнительные три к организаторам данные, просветить, конечно же, обязанность опубликовать в сети интернета эти сведения. ЛДПР предлагает обязать производителей еды и напитков указывать на этикетках об информации о товаре данное количество в них сахара. Соответствующий законопроект парламентарии накануне внесли в Государственную Думу. Как следует из документа, маркировки будут подлежать продукты, в которых содержится свыше 5 граммов сахара на 100 граммов еды или напитка. При этом этикетка должна быть яркой и легко читаться, отмечают в партии. ЛДПР по-прежнему стоит на защите жизни и здоровья наших граждан. Это приоритет для нашей партии. Это вопрос национальной безопасности. И сегодня, наконец-то, мы надеемся, что будет рассмотрен законопроект, касающийся содержания сахара в тех продуктах, напитках, которые употребляет наше население, в том числе подрастающее поколение. То есть, опять речь идет о жизни и здоровье наших граждан. Потому что даже в таких, вроде бы, безобидных продуктах, как кетчуп, количество сахара на 100 грамм составляет 4 ложки фактически сахара. Это недопустимо. Необходимо наших граждан предупреждать о том, что они употребляют пищу и какие, соответственно, вредные последствия могут за этим последовать. Несмотря на то, что законопроект, в принципе, позитивно оценил комитет по здравоохранению, но, к сожалению, не поддержал в первом чтении. Но для нас по-прежнему остается важным забота о здоровье наших граждан. Поэтому мы будем отстаивать нашу позицию и надеемся, когда-либо этот законопроект будет принят. На этом выпуск завершен. Еще больше новостей смотрите на наших YouTube и YouTube каналах, а также в Telegram-канале LDPR TV. Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!